Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет отвечаем сегодня на ваши вопросы. Под одной из предыдущих бесед, которая была посвящена мирскому духу, пришел такой комментарий и одновременно вопрос и просьба от одной из слушательниц. Зачитаю вам этот вопрос. Уважаемый отец Дмитрий, мы живем в мире, мы не монахи, мы не можем жить монашеской жизнью. Поэтому так или иначе мы все равно вынуждены по мирскому мудрованию жить. Пожалуйста, посвятите одной из следующих выпусков Экзегета теме «Как живущим в миру не подвергаться мирскому мудрованию?» Пожалуйста, научите нас, мирских, не мудрствовать по-мирскому. Если возможно, с примерами. С уважением, Ирина. Уважаемая Ирина, вам и, может быть, всем, дорогие друзья, кому это будет интересно, хочется предложить некоторые размышления на эту тему. Действительно, большинство современных христиан все-таки не монахи и живут в условиях социума, современной жизни, такой быстро меняющейся, за которой невозможно даже угнаться. И, естественно, правомерно люди, живущие в миру, могут сказать, что те высокие идеалы, к которым стремятся монашествующие, и которые в течение веков монашествующие, подвижники, воплощали в свою жизнь мирянам, в общем-то, недоступны. Что можно посоветовать, дорогие друзья? Один из выдающихся подвижников нашего времени, опытный духовник Троицы Сергиевой Лавры и ромонах Павел Лысак. Я имел честь, имел счастье общаться с этим выдающимся духовником, окормляться, спрашивать его советов, исповедник веры. Вот, в частности, многим своим духовным чадам он говорил следующее. Постарайтесь жизнь свою строить так, чтобы у вас в жизни была четкая граница. Вот это меня приближает к Богу, а вот это меня удаляет от Бога. И старайтесь каждый день задавать себе вопрос, что сегодня я сделал, что меня к Богу приближает, и наибачи, что я сегодня допустил, что удаляет меня от Бога. Если будет в жизни не какая-то каша, не какой-то сумбур, а четкое такое разделение, и почаще задавай сам себе вопрос, это меня приближает к Богу или удаляет? Давайте начнем день христианина, да, христианин или христианки, живущим в социуме. Встаете утром, приводите себя в порядок и готовитесь, чтобы ехать на работу. Постарайтесь встать чуть-чуть пораньше и начать день с главы Евангелия, со Слова Божия, чтобы ваш ум и сердце осветилось благодатью Священного Писания, Божественного Откровения. Не так уж это трудно на самом деле современным людям, хотя бы по одной главе Евангелия читать каждое утро. Утром встали, помолились одну главу Евангелия. Ваш день уже будет освящен благодатью Слова Божия. Садитесь в автомобиль, едете на работу. Чаще всего мы слушаем в автомобиле какие-то новости. Можно включить, слушать тот же текст Евангелия или какой-то молитвы. Сейчас есть даже в аудиоформате молитва Иисусова. Едете, слушайте молитву Иисусова. Во время рабочего дня так или иначе мы сталкиваемся с разными людьми. У каждого из нас свой характер. У каждого из нас, как мудро обращал внимание архимандрит Иоанн Кристианкин, неоднократно в течение дня меняется настроение. Мы общаемся с другими людьми и вынуждены нести их немощи, терпеть их немощи, недостатки, и окружающие так или иначе терпят наши недостатки. Вот смотрите, где-нибудь в офисе или в каком-то рабочем коллективе начинается разговор, якобы обсуждение, которое незаметно для всех нас перейдет в осуждение. И мы начинаем осуждать огольно всех тех людей, которых до конца не знаем, не знаем те обстоятельства, в которых те или иные люди допустили те или иные поступки. Прежде чем участвовать в разговоре, а на самом деле в осуждении, христианин или христианка, задай себе вопрос. Это меня приближает к Богу или удаляет? Ответ очевиден. И постарайтесь не соучаствовать в разговорах, в формате разговора, где есть осуждение ближних. Лучше молиться, если вас напрямую спрашивают, сказать, ну так вежливо, деликатно сказать, ну так ли уж мы на самом деле всё знаем, или мы эти обстоятельства, ну как-то вот мудро уклониться от разговора, который в формате осуждения. Смотрите, другая ситуация, которая ежедневно происходит в нашей жизни. Кто-то нас обидел, огорчил, поступил с нами несправедливо. Всем нам хорошо знакомо вот это состояние внутренней горечи, обиды, которая переходит в злопамест. Вот эта внутренняя такая тяжесть на душе. И когда после какой-то ссоры, недопонимания какого-то, в общем, разговора на высоких тонах, внутренне в течение дня у человека происходит мысленный, заочный диалог со своим обидчиком или обидчицей. Задайте себе вопрос, вот состояние злопамятства, это меня приближает к Богу или удаляет? Ответ очевиден для каждого верующего человека. Что можно сделать? Можно, как говорил преподобный Паисий Святогорец, постараться найти смягчающее обстоятельство поступку твоего ближнего, постараться помолиться за него и внутренне от сердца простить. Конечно, вы можете возразить и, наверное, возразить и справедливо, далеко не в каждой ситуации возможно подойти попросить прощения и примириться сразу, потому что действительно у нас у всех разный характер и разный формат бывает общений. Порой ваш ближний, он может даже и не пойти на примирение. Но главное задать себе вопрос, что меня приближает к Богу? Меня приближает к Богу прощение, молитва и внутреннее не осуждение, а оправдание поступков ближнего. Побладарить Бога, помолиться за него. Вот мне тяжело, но ведь ему тоже тяжело. И, наверное, я тоже оскорбил, огорчил его какими-то словами. Я тоже оставил горький осадок в его душе. Помолиться об этом человеке. Это тебя приближает к Богу. И ещё достаточно распространённая такая ситуация. Я об этом на библейском портале «Экзегет» неоднократно многие священники говорили. Во время многодневных постов, вот сейчас наступает рождественский пост, великий пост, среда и пятница в течение каждой недели. И вдруг оказывается христианин или христианка в ситуации, где его якобы понуждают пост нарушить. Ну, чаще всего в конце рождественского поста новогодние праздники. И мы поставлены в ситуации, там участвует весь коллектив в каком-то там новогоднем корпоративе. Отказаться вроде бы вы не имеете возможности. Если действительно в силу обстоятельств отказаться от участия не можете, но на самом деле задайте себе вопрос. Что меня приближает к Богу? Что меня удаляет от Бога? Так ли уж обязательно пост нарушать? Неужели действительно будут вам смотреть в тарелку и следить, чтобы вы ели им на скоромные продукты? Ведь вы можете благоразумно от них воздержаться. Не выставляя на вид, что вы поститесь. Не выпячивая свой пост по-фарисейски. И самое главное, не осуждая тех, кто пост нарушает. Не осуждая, не превозносясь над ними. Но сами вы можете воздержаться от скоромных продуктов. Просто наедине, перед своим сердцем, сохранить верность Богу в малом. Кто мешает вам это сделать? Мы сейчас говорим о людях, которые живут в социуме, в миру. Не о монашествующих, а о людях в миру. Еще один интересный совет, который можно предложить, дорогие друзья, тем, кто пожелает. Подчеркиваю, кто пожелает. Мы сейчас живем в чрезвычайно информационно загазованной атмосфере. Попробуйте, дорогие друзья, хотя бы в виде эксперимента, чтобы испытать силу своей воли. Есть ли у вас сила воли? Ну, хотя бы в течение месяца. Хотя бы попробуйте. С середины субботнего дня и до вечера воскресенья воздержаться от всякой информации. Не смотреть телевизор, никакие новостные ленты, ни интернет, ни свой вожделенный телефон. То есть, я сейчас не говорю даже про какие-то развлекательные программы, это вообще за рамками обсуждения. Даже новостные ленты, какие-то аналитические, политические программы с субботы и до середины воскресного дня. Мораторий на любую информацию. Испытайте себя. Хватит ли у вас силы воли? Для чего? Накануне воскресного дня, воскресная божественная литургия для каждого верующего человека. Это необходимо присутствовать на богослужении. И ради воскресной божественной литургии, которая несоизмеримо важнее любых событий, которые произойдут в жизни, а ради благоговения к литургии, наложите на себя добровольно, сознательно мораторий на любую информацию. Если вы попробуете, дорогие друзья, кто пробовал, поделились, что увидели два открытия для себя. Первое открытие. Насколько их душа порабощена информацией. Буквально даже руки начинают дрожать и тянутся к своему вожделенному телефону. Те люди, которые, может быть, даже давно вам не звонили, ничего не присылали на WhatsApp и на другие соцсети, сразу же начинают вам что-то присылать. Вот посмотри, это такое-то видео и так далее. Прям валом все вас призывают погрузиться в какой-то информационный поток. Чтобы вы отвлеклись и вновь погрузились в этот мрак, в эту чрезвычайно информационно-загазованную обстановку. Если вы выдержите хотя бы месяц, то для вас будет еще одно интересное открытие. Оказывается, у вас есть время почитать молитвенное правило к опречению. Это уже стало общим местом для многих современных людей. Мне некогда читать молитвенное правило, ну прям некогда, ни последований, ни канон покаянной, ни канон Божьей Мать, ну некогда, некогда, не хватает времени. Оказывается, у вас, именно у вас есть время, дорогие друзья. У вас есть для этого время при условии, если вы мораторий на любую информацию. Если вы попробуете, оказывается, время-то у вас есть. Попробуйте, дорогие друзья. И вот в заключение, отвечая на вопрос вот этой уважаемой Ирины, одной из слушательниц, которая спросила, как нам, живущим в миру, постараться жить в духовной жизни. Постарайтесь, дорогие друзья, задавать себе вопрос, что меня приближает к Богу, что меня удаляет. То, что меня удаляет от Бога, я постараюсь никогда не делать. А если делаю что-то, буду каяться, сокрушаться и просить у Бога прощения. А буду стараться делать только то, что приближает к Богу. Что приближает к Богу? Исполнение Его божественных заповедей. Откуда мы их можем узнать из Священного Писания? Начните каждый свой день хотя бы с одной главы Евангелия. В течение дня старайтесь молиться. Старайтесь воздерживаться от лишних слов, а особенно от осуждения. Не держите в себе обиду, злопамятство. Боритесь с этими страстями. Больше задавайте себе вопрос, кому и чем я могу помочь. Деятельно проявляйте любовь. Это вас приближает к Богу. И так, живя в миру, вы можете жить христианской жизнью. Помоги нам всем в этом, Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok